Арабские Эмираты славятся своими внушительными архитектурными проектами. Высочайший небоскреб мира Бурдж-Халифа, отель Парус Бурдж-Эль-Араб, огромный и роскошный Дуба и Мол, достойными членами этого списка самых-самых являются острова Пальм, Палм-Айландс, поднявшаяся, словно со дна морского, у берегов Дубая. На самом деле этот искусственный архипелаг, конечно, ниоткуда не поднимался, он был насыпан из песка и камня, поднятого со дна Персидского залива. Никакого бетона или стали, так повелел придумавший острова принц Дубая. Основная идея их появления, повышение туристической привлекательности Дубая, кроме того создание в море искусственных островов помогает решить проблему острой нехватки береговой линии. Отсюда же кстати происходит и форма островов, в виде пальм. Круглые острова изначально имели бы гораздо меньшую береговую линию. Кроме того, финиковая пальма, дерево, весьма почитаемое в исламе. Да и смотрится весьма оригинально. Даже из космоса, изначально было решено построить три острова. Остров Пальма Джумейра стал вырастать над водой, начиная с 2001 года, в 2006 году на искусственной насыпи развернулось строительство отелей. Это самый маленький остров, его размеры 5 на 5 километров, а на территории могло бы разместиться 800 футбольных полей. Остров Пальма Джабель Али насыпали с 2002 по 2008 годы, после чего стали возводить отели. Третьим островом должен был стать Пальма Дейера, но со временем планы поменялись. И в 2013 году возводимый остров перестал быть частью островов Пальм. Строго говоря, острова было бы правильнее назвать полуостровами, стволы Пальм связывают их с берегом. Чего не скажешь, о расположенных между ними также искусственных архипелагах мир и Вселенная, это настоящие острова. Как бы там ни было, но масштаб замысла и упорства в его достижении не устают поражать всех гостей Дубая. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.